У нас круглый стол. В общем, собственно, в составе круглого стола на этот раз Николай, руководитель Яндекс.Карт. Поприветствуем. Романа, вы прекрасно все знаете, это первый разработчик Яндекса. Нулевой, прости. Прошу прощения. Поприветствуем. И Алексей, компания Авито. Поприветствуем. Итак, начнем с первого вопроса. У нас сегодня будут вопросы, преимущественно связанные с софтскиллами. Мы очень много с круглых столов проводили именно по архитектурам, по тестам. Но эти вопросы уже вы все наизусть знаете. Итак, первый вопрос. Куда инвестировать наиболее ценный ресурс время? Сначала хотелось бы уточнить, куда инвестировать разработчику или куда инвестировать тимлидеру? Разработчику здесь, по сути, по большей части, да. На самом деле, очень важно инвестировать время в развитие собственного понимания архитектуры и общей концепции разработки приложений. То есть архитектура – это то, что объединяет разные платформы, то, что может объединять разные команды. Вы, может быть, поменяете какую-нибудь платформу, поменяете команду, но ваше знание архитектуры останется при вас, за знание архитектуры вас будут уважать, с хорошей архитектурой вам будет легче писать хороший код. Да, поэтому время в архитектуру. Ответ будет меняться в зависимости от того, в какой стадии вы сейчас находитесь. Если вы начинающий разработчик, то я бы посоветовал инвестировать время в изучение базы, в основы, потому что только на хорошем фундаменте может строиться дальнейшая карьера. Дальше уже я бы рекомендовал специализироваться на чем-то одном, на чем, что вам больше всего интересно. Дальше уже я бы, опять же, пошел в развитие смежных областей, потому что долго оставаться узким экспертом в одной области, ну, это скучно. На самом деле тут мало чего может добавить. Я полностью солидарен с Ромой. Да, если вы начинающий специалист, учите базу, учите СДКшку, с которой вы работаете. Дальше углубляйтесь в нее и старайтесь всегда смотреть по сторонам, что происходит в других технологиях, чтобы развивать ваше понимание вообще программирования как такового. Я добавлю лишь то, что мы очень часто в погоне за хардскилами, навыками теряем вот именно те софтскиллы, которые нам нужны для коммуникации в рамках нашей команды. И Рома на самом деле сказал, что углубляйтесь, но ты вот всесторонний знаешь почти любую тему. Можешь поддержать дискуссию касаемо разработки. И мы с тобой как-то рубились по нейробиологии на Cocoa Heads. И вот суть в том, чтобы расти вглубь в том инструменте, который вы используете, и постараться наиболее обхватить сторонний, как сказал Алексей, и что-то по дизайну, и что-то связанное с Android-разработкой, чтобы быть в контексте. Опять, да, как сказал Николай, нужно понимать, с чем вы работаете. Я с тобой соглашусь, что моя практика показывает, что очень ценные специалисты, у которых есть навыки не только в области разработки, но и в какой-то смежной. Либо это управление проектами, либо это дизайн, либо это тестирование. И чем более всесторонним будет ваш взгляд на какую-то задачу, тем качественнее вы сможете ее решить. Спасибо. Я тут могу немножко тоже сказать. На самом деле все, о чем говорят сейчас, это похоже на теорию Т-людей, когда вы углубляетесь в какую-то одну штуку, но при этом параллельно смотрите по сторонам. И не очень глубоко, но знакомы с разными сферами, с разной деятельностью. И это вам помогает быстро, если что, переключиться, что-то сделать. Вы и хороший профессионал, и при этом достаточно хорошо развиты в вашем мировоззрении, так сказать. Вот, в принципе, все. И следующий вопрос. Каким инструментом разработки пользуетесь, кроме Xcode? Пользуемся апкодом для рефакторинга и source 3 для гитара, в общем-то все, потому что в Xcode есть очень много всяких, так сказать, дополняющих приложений, типа профилировщика. В принципе, хватает. Но я думаю, меня дополнить сейчас. Ну, мне помимо iOS-разработки интересно писать на Ruby, иногда я пишу на Basha, и здесь выбор гораздо больше, чем у iOS-разработчика. Я предпочитаю TextMate, просто потому что он был одним из первых текстовых редакторов на Mac, который я попробовал. Люблю Vim, привет e-максеры. И для работы с Git я использую GitHub. У меня все. По iOS-разработке в основном использую Xcode. Апкод как-то не прижилось, к сожалению. Да, у Xcode куча проблем, но при этом мы все на нем работаем. По другим языкам обычно использую Atom, потому что на него есть куча плагинов, куча расширений. И можно, в принципе, сделать что угодно. И я в Atom даже устанавливал интерпретатор, компилятор для Haskell и прогал на Haskell в Atom. Также частенько в повседневной жизни использую скетч, про который вот сегодня говорилось в докладе, потому что это реально удобный инструмент. И для своих проектов я верстаю там иконки, в нем периодически что-нибудь делаю, мне это приносит некоторое удовольствие. Вот, в принципе, все. Если выходить только за… Если выходить за рамки разработки, то, конечно, еще надо упомянуть Цеплин, потому что нам дизайнеры отдают макеты в Цеплин, потому что Цеплин он кроссплатформенный, в отличие от скетча. И еще разочек очень сильно пригодился постман для написания юнит-тестов для запросов, чтобы можно было, будучи разработчиком. То есть там была достаточно сложная API, которую еще нужно было отладить. И я просто начал с того, что хорошенечко прописал все эти тесты в постмане, написал все покрытия, сделал прям хорошее покрытие, нашли все проблемы, только после этого занялся тем, чтобы все это приложение затащить, и все пришло как по массу. Ну, почти все перечислили. У меня практически стэк приложения такой же. Для работы с гитой это Source 3 и GitHub. Он помогает, если что-то модифицировать. Терминалом крайне редко. Для работы с кодом это Xcode. Для работы с дизайном Sketch, с интерфейсом Sketch, ревил для отслеживания. Дебаг-фюхирохи мне не очень зашло. Постманы используем для запросов, плюс постмане храним документацию для определенных проектов. Для своих проектов я храню там документацию. Использовал раньше Co, а как-то не зашло. Ну и Чарлис, если нужно что-то протестировать, проверить. И Safari. Я добавлю к тому, что сказали уже ребята. Действительно, в моей повседневной жизни я часто пользуюсь и Sketch и Цепленом. И для отладки сетевых запросов я использую Paul. Он мне показался удобнее, чем Postman. А чем именно? Ну то есть мне он показался перегруженным и достаточно таким громоздким. Мне понравилось то, что там есть история. и субъективно мне интерфейс поприятнее, чем у Postman. Ну сейчас в Postman добавили несколько новых тем, поэтому там можно даже выбирать темы для интерфейса. изменивать. Но, к сожалению... Классный ключок. АБ-тесты. Несколько месяцев назад Postman еще был так немножечко сыроват. То есть там великолепная идея. И действительно, как вот я бы хотел, там все так и сделано. Но местами неудобно перетаскивать запрос, скопировать их. Но еще там над ним поработать надо. Ну, может попробую еще раз по... Окей. И следующий вопрос про найм кандидатов. Какие софт-качества кандидатов вы цените? И какие хард? Обращайте ли вообще на софт-скиллы кандидатов? Софт-скиллы — это коммуникационный, как человек ведет, как относится к задачам и так далее. Мне кажется, надо сначала, чтобы Рома ответил. Спойлер. Я давно уже не нанимал людей. Однако то, что я нахожу важным и интересным, я бы проецировал в том числе и на кандидатов. Несомненно, важно, чтобы кандидат разговаривал. Не стеснялся спрашивать вопросы и уточнять что-то, что ему непонятно. Потому что это гораздо лучше, чем если человек уйдет в разработку, сделает что-то, а потом окажется, что это не совсем то, что задумывалось в самом начале. Поэтому спрашивать вопросы. Быть любознательным, не сидеть на месте и иметь вот этот самый мистический блеск в глазах, который будет его драйвить, расти и развиваться. Не обязательно в профессиональной области как разработчика, но с интересным человеком, с огоньком в глазах, приятнее общаться, чем с человеком без огонька в глазах. Это вот мое мнение. По поводу хардскиллов я не совсем понял. Архитектуры, солид, фреймворки, работа с какими-то инструментами и так далее. Именно связано с профессиональной деятельностью. Несомненно, важно, чтобы у человека была хорошая база, фаундейшн и UIKit. Не обязательно знать вообще все в UIKit и в фаундейшн, потому что iOS SDK выросла в разы с момента, когда она только появилась на рынке. Однако знать, как работают базовые кирпичики в UIKit и в фаундейшн обязательно и знать самому, а не основываясь на том, что написано на Stack Overflow, потому что там бывает пишут неправду. По поводу архитектур, это такая скользкая тема в сообществе. И главное, чтобы код был понятным и простым. Остальное все уже подтянется. Чтобы дополнить рома, тут на самом деле надо постараться, но я все-таки попробую. Софт-скиллы — это скиллы, которые не связаны с профессиональной деятельностью. Я бы добавил еще умение работать в команде. Точнее, не умение, а приятие того, что ты являешься членом команды, то, что где-то нужно идти на компромиссы, то, что где-то кто-то может быть в чем-то опытнее, тебе нужно к этому прислушиваться, а кто-то может быть слабее, тебе нужно ему помогать, а не пытаться где-то доминировать. Или как-то, ну, в общем, как называется, выделить. Ну, ладно, неважно. Конечно же, обучаемость. Потому что почти все ребята в моей группе, они пришли ко мне нулями, и мы их тихонечку растили, растили, растили. Сейчас они достаточно опытные разработчики. И если бы вот этого не было стремления и способности к обучению, то ничего бы не получилось. А способность к обучению — это не каждому дано. То есть сложно что-то менять, когда ты там долго что-то уже учил или просто там слишком сумм уверен для того, чтобы принимать чужое мнение. И еще я бы упомянул компромиссность. То есть как антоним к бескомпромиссности. То есть человек должен уметь идти на компромисс. Это важный софт-скил. В качестве хардов, скиллов, да, конечно, умение писать чистый и понятный код, как Рома сказал. Наверное, да, наверное, все. Главное, чтобы код был хороший. Тут на самом деле очень сложно еще что-то добавить. Я всегда говорю, что в первую очередь нужно смотреть на людей, у которых реально горят глаза. И Рома про это сказал. Мало кто об этом говорит. Я редко слышу эту фразу, но она одна из моих основных. Так что горящие глаза. Любознательность, как по мне. И также это из софт-скиллов. Также понимание бизнеса и то, что ты работаешь вообще на бизнес. Потому что часто бывает, тебе хочется запилить классную штуку, но она идет вразрез с направлением твоего бизнеса и не приносит никакого value. Поэтому это тоже стоит понимать. По поводу хард-скиллов. Да, база, компьютер-сайенс, разные подходы, ООП, функциональщина, вот это вот все, архитектурки, уже не заморачивайтесь. Это все приходит с опытом. Поработайте с одной архитектуркой, с другой и поймете, в принципе, их. Поэтому не так важно. Вот, в принципе, все. Мне уже достаточно сложно вообще что-то добавить. Но по поводу компромиссности, мне понравилась идея, я лишь ее попробую дополнить. Во втором докладе про АБ-тесты был момент признать свою ошибку и что у вас просто ничего не получилось. Мне кажется, это очень хороший навык как для разработчика, так и для руководителя, для любого человека признавать, что он совершил ошибку. Сам по себе факт наличия ошибки никак не подтверждает, не говорит о том, что вы некомпетентны. Но ошибаются все. И как раз-таки в ошибках заключается наш процесс развития. Что же касается остальных софт-скиллов, то работать в команде, мне кажется, это очень-очень важен навык. У меня был опыт работы в проекте, где было пять разработчиков. Один из них очень сильный, но коммуницировать с ним было крайне сложно. То есть этот человек не воспринимал никакую другую концепцию, кроме той, которая у него есть. Он не допускал, что другие подходы имеют право быть в определенных ситуациях и другие инструменты можно использовать вместо тех, которые у него имеются. Поэтому это вопрос о компромиссности. Не с того плюсую за упоминание понимания, то, что ты работаешь на бизнес, потому что этому, к сожалению, не учат в университете, этого не упоминают в литературе для разработчиков. Наоборот, там скорее напишут про то... Кстати, упоминают. Есть книжки, там типа программист-прагматик, фанатик, вот это вот все там. Много об этом сказано. Ну, это не хардовые книжки. Это... В хардовой книжке там пишут, там рассказывают про юнит-тест, там про глубокую проработку архитектуры, там про паттерны, да. Хотя иногда важнее быстро запилить какую-то фичу, отдать там в тестирование и как бы порадовать всех участников других процессов, не только там себя удовлетворить в своей амбиции в коде. Ну, здесь, опять же, набор навыков, он зависит от компании, в которой вы работаете, в компании, в команде и так далее. Потому что, как уже Коля правильно сказал, иногда важно быстро выйти на рынок с какой-то фичой и проверить ее гипотезу, пусть может быть с каким-то известным набором багов. Когда-то, если вы работаете и, не дай бог, пишете прошивки для атомных электростанций, там, конечно же, цена ошибки другая и набор софт-скиллов и хард-скиллов, он будет другой. Спасибо. Следующий вопрос у нас связан с распределением задач внутри проекта. Как это происходит? У нас все просто. По мере освобождения разработчиков в поступлении задач, как-то я их распределяю. Иногда вечером можем на какой-то такой нашей регулярной встрече их распределить. Но вот в параллельной команде там другой подход. пытаются сделать то, что есть пул задач, каждый заработчик берет каждую задачу себе по желанию. Интересно посмотреть, что из этого получится. Мы пробуем разные варианты в Яндекс.Музыке и сейчас остановились на том, что показывает хорошие результаты. У нас есть ежемесячное планирование, где на каждого члена команды на каждую неделю выделяется какая-то фича. Если понятно, что эту фичу за неделю нельзя успеть сделать, то ей, скажем, выделяется две, три или весь месяц. И мы живем в таких ежемесячных слотах. в конце месяца собираемся, смотрим на то, что успели сделать и с учетом этого планируем следующий месяц. У нас, как многие может быть знают, в Авито есть разделение на юниты и юнит это достаточно маленькая команда и в своей команде я сейчас являюсь одним, а я с разработчиком, поэтому распределения задач как такового у нас нет. У нас есть планирование ежедневное, берется ползадач и, собственно, я его делаю. Разделять пока это не с кем, так и живем. Мой опыт стоит из двух экспериментов. Первый мы собирались перед спринтом, проводили такую точечную декомпозицию всего проекта и сразу распределяли задачи между разработчиками. Этот опыт мне показался не очень эффективным с позиции. Мы точно распределяем область ответственности разработчик, он сделал свои задачи как бы в его сфере деятельности. Другой подход, когда мы проводим декомпозицию, каждый берет одну крупную задачу, начинает работать, все остальные задачи не засаняли никого и уже после завершения каждый берет что-то. В этом случае ощущается командность в реализации спринта, то есть нет такого, что я свое сделал, все хорошо. Этот подход мне показался эффективнее. надо упомянуть то, что почти любую задачу, которая к нам приходит, если она больше, чем на один коммит, стараюсь разбить на несколько разработчиков, чтобы действительно правильно упомянул про зону ответственности, чтобы зоны ответственности перекрывались как можно чаще, чтобы как можно больше людей знало о том, как это было сделано и чтобы всегда можно было грамотное ревью, несколько мнений всегда и в будущем можно было попросить кого-то если с этим человеком что-то произошло в отпуске, чтобы был человек, который может поправить то, что он написал. Все знали, что происходит вообще в проекте и на задачах. Чтобы уровень знания проекте у всех был на высоте. Отлично. И следующий вопрос он связан с тайм-менеджером. Принято считать, что руководители и менеджеры делают очень-очень много всего и занимаются спортом, кодят, руководят проектом, занимаются саморазвитием. Как вы организовываете свое время и какие инструменты для этого используете? У меня все скучно, поэтому я сначала посмотрю, что ответят коллеги. Коллеги отвечают. Я так делаю с самого начала. К счастью или может быть несчастье, мне приходят задачи на ежемесячном планировании в команде Яндекс.Музыки. Я ведущий разработчик и на том самом ежемесячном планировании выбирается, кто из ребят чем будет заниматься. Дальше уже планирование рабочего времени происходит целиком в Яндекс трекере наш аналог джира и его хватает просто вот выше крыши. Если я понимаю, что есть какая-то активность, которая не вписывается в таски, либо мне что-то нужно сделать помимо работы, то простого блокнота либо листка бумаги с ручкой и планом на следующую неделю вполне хватает. А это касается и рабочего времени, и личного? То есть здесь я, наверное, следовало добавить тайм-менеджмент личный? То есть работа, спорт, хобби, саморазвитие? Есть крупноблочное планирование и в общем вне зависимости от уровня инструмент планирования не меняется. Это только увеличивается размер бумаги, грубо говоря, потому что если я планирую год, то уместить его в А4 будет неудобно. Мне так проще думается, когда я пишу от руки и я так устроен. Я в основном веду личные какие-то дела в Тинкс и у меня есть на самом деле такая помесь ГТД и техники помидора. Я беру задачи и на 25 минут себе делаю таймер, чтобы влить хорошо в задачу. Выключаю все мессенджеры, все абсолютно вырубаю, чтобы меня ничего не отвлекало, никто меня не трогал. Делаю то, что я делаю, потом прерываюсь, буквально пойти воды себе налить, проветрить, глаза свежую и дальше в работу. По поводу трека задач, рабочие задачи в основном в джире, декомпозируются, лежат в доске. По поводу своих, опять-таки, тинкс, и в принципе мне этого достаточно. Личные там дела какие-то, спорт, чтение, все вот это я тоже заношу туда, и обычно очень удобно, когда у тебя на часах есть индикатор, сколько ты за сегодня процентов сделал своих задач, что-то помогает. Я вот Леша сейчас заговорил про Things, и я понял, что я чуть-чуть слукавил. Вещи, которые висят постоянно, как, например, список почитать, список посмотреть, список каких-то больших проектов, я также оставляю в Things, периодически его просматриваю, и пользуюсь встроенным приложением Reminders, просто потому, что очень удобно добавлять напоминалки голосом с часов. Как я думал, у меня ответ самый скучный, то есть Things я не пользуюсь. У меня пробовал что-то в Reminders добавлять, но там у меня в итоге получилось, что у меня год висит напоминание сделать одну штуку, которую я даже ленюсь удалить, и она у меня так каждый день не появляется в три часа, и я как бы таким образом понял, что понимаю, что три часа уже наступило, так что поэтому выписать на бумажке все еще самый часто используемый способ, и, кстати, неплохо работает. Я тоже не пользуюсь Things, но там есть один недостаток, который в принципе убивает этот проект. В стандартных напоминаниях есть вот эта киллер-фича, которая не дает закрывать напоминание, если ты ее не закомплитил. Ты можешь перенести на 5 минут, на час или на следующий день, но это самая крутая фишка, и для своих личных задач, в том числе связанных с CocoHeads, я использую заметки, reminder, мы написали небольшой скриптик на AppleScript, который через Shortcut позволяет это все дело оптимизировать, то есть приходят задачи, я вызываю Shortcut, ввожу, причем сейчас reminder научился распознавать там завтра в 2 часа, он сразу это транслирует в конкретный поинт временной. Для задач по проекту я использую Jiro, собственно туда все залетает, но в начале дня я, как правило, распределяю задачи на две группы, задачи A и задачи B, а это задачи, которые я должен обязательно сделать, это по работе. Также сюда же могут попасть задачи личного характера, которые не обязательно вводить в заметки, потому что они чуть абстрактнее. Для долгосрочных задач, то есть это на месяц, на год, я использую блокнот, который раз в два года меняю, есть задачи какие-то мега-долгосрочные 5 лет, я их пишу в какую-нибудь тетрадку и убираю. Раз в год могу открыть, посмотреть, что как, и вынести часть задач, которые я бы хотел в этом году реализовать. Маленькое дополнение, я вспомнил, что у меня был кейс с Reminders, когда у меня какое-то напоминание висело, и ты говоришь, что их нельзя закрыть. Я как-то умудрялся закрыть такое напоминание. Было такое. На айфоне или на маке? На айфоне. Интересно. Еще немножко дополню. Не рассказывай мне. Еще немножко дополню по поводу киллер фичи тинкс как такового. Его очень удобно использовать именно с часами, когда он показывает тебе, сколько ты сделал задач, и это убрать нельзя по сути. То есть, если ты там за вчера ничего не сделал, у тебя это перенесется на завтра, и кружок будет менее заполнен, и все равно придется это делать. У меня была такая ситуация, что я распредел задачи в течение на 3-4 дня, и у меня там 10-10 задачи, на 4-й день у меня было 40 задачи. То есть, они переносились. У меня такое часто бывало как раз с использованием обычных напоминаний iOS. Но сейчас используем тинкс, у меня такой проблемы обычно нет. Опять к вопросу о том, к кому что заходит и кто что. Кажется, разработчики тинкс должны нам зарекламовать сейчас. И такой вопрос, что в вашем понимании есть некомпетентность разработчика и его профессионализм? Профессионализм. Я бы с двух сторон зашел, потому что все-таки профессионализм, он зависит от, точнее, требования к профессионалу, они зависят от отрасли и от той платформы тех устройств, которые разрабатываешь. Поэтому сначала сказал бы, что профессионал, который собирает iOS-приложения, он в первую очередь должен славиться своим вниманием к макетам, к деталям, к тому, видеть, что здесь что-то на пиксель сдвинуто и мучиться от этого, не спать ночью. Обязательно править, сразу продумывать все разрешения, все размеры устройств, портрет, ландшафт, iPad. В общем, представлять, как приложение будет выглядеть и как он его соберет во всех вариантах его использования, это профессионализм iOS-разработчика. Отдельно еще идет профессионализм просто разработчика. И вот про профессионала, профессионала можно сказать, что у него все здорово. Просто вот у профессионала чистый код с комментариями, где нужно хотя бы разбить тем на секции. У него все неплохо с архитектурой, с кодинг-стайлом, у него там ничего неряшливо, не разбросано. Все аккуратно должно быть. у него там хорошо названы коммиты в гитте. У него там нет каких-нибудь мусорных коммитов типа fix-rebase или там что-нибудь просто fix. Все должно быть помечено, fix-mage, да. Через интерактивный rebase. Так, что еще? У него все здорово на трекере, то есть вот он берет задачу, он меняет статус, чтобы там все знали, то есть он поддерживает процесс. Конечно же он хорошо ревьюет чужой код, то есть там вкладывается в это дело. Ну то есть профессионал, он профессионал во всем. Наверное, все это может. Тут можно бесконечно перечислять, профессионал, он тоже профессионал во всем и его сразу видно. Ну и соответственно из меня есть тут как бы первая часть была некомпетентность, но некомпетентность это отсутствие компетентности и профессионализма. Просто уничтожило вопрос. Как по мне, профессионализм, в первую очередь, это умение решить самостоятельно поставленную задачу и решить ее хорошо. При этом как раз таки важно внимание к деталям, ко всем вещам, которые до меня говорили. И некомпетентность — это отсутствие всех этих навыков. Если ты не можешь полностью сделать задачу, если ты забываешь постоянно плей-аутить под iPad, забываешь переводить таски в джире, вот это вот все — это некомпетентность. То есть ты должен быть атомарной единицей, которая может выполнить свою работу. Вот это компетентность, как по мне. Я просто думаю, что профессионализм — это действительно такое некое состояние развития человека. В одной книжке, которая для меня в какой-то период стала такой фундаментальной, я прочитал, что в работе человека проявляется, в принципе, вся его суть. Посмотрите на то, как он делает свою работу, и вы можете сказать, что это, в принципе, за человек. То качество, которое я сейчас хочу в себе развить очень сильно — это внимательность к деталям. Оно вроде бы есть, а вроде бывает, что я замечаю какие-то мелочи, пропускаю. Мне кажется, профессионализм можно сказать, если ты на задачу смотришь со всех сторон. Ты изучил все кейсы. И также, когда ты знаешь цену своему слову. Если ты сказал, что в этот день будет сделано, в этот час, то эта задача должна быть в это время сделана. Или же ты должен заранее ее проделегировать, или же заранее сообщить, что эта задача не может быть сделана в этот срок. То есть как можно скорее сообщить. У меня бывает и с внимательностью, и со сроками. Это те качества, которые я считаю качеством профессионала. Ну, соответственно, некомпетентность — это когда человек не то, что просто не может решить задачу, потому что само нерешение не говорит о том, что он еще не профессионал. Может быть, просто неизначально неправильная оценка задачи была произведена. Может быть, условия изменились. Человек не может признать свою ошибку, опять же, и не может найти способное решение той ошибки, которую он уже сам сгенерировал. Я на самом деле тут немножко дополню. По мне, профессионализм еще — это понимание, когда нужно остановиться. Потому что если у тебя нерешаемая задача, то ты должен в какой-то момент понять, что это нерешаемо, и сделать какие-то выводы. Профессионализм — это не постоянное долбление об стенку. Вот, можно так сказать. Да. Это на самом деле очень важно. Есть даже ряд компаний, у которых финальный вопрос по проектированию проекта — это что будете делать дальше? И может ли разработчик остановиться и сказать, нет, это не может быть представлено, или же это должно быть представлено. В общем, это вот умение остановиться. Но это опять же к вопросу о том компромиссности к задаче. На удивление, на этот вопрос у меня нет четкого ответа, как у Коли, или как у Леши, или у Сэма. Я понимаю, что профессионализм рассматривается в контексте решаемых задач. И, пожалуй, два или три качества, которые, я считаю, будут цениться всегда. Это способность написать понятный читаемый код, поддерживаемый. Разработчик должен понимать, что делает этот код, а не просто скопипастить его из интернета. И, пожалуй, предсказуемость. То, о чем говорили, если к человеку приходят и говорят, Вась, ну вот у нас уже завтра релиз, сделаешь? Ну, сделаю, конечно. И вот важно уметь попадать в оценки, чем точнее, тем лучше. У нас последний вопрос. Это хотели бы вы поменять сферу деятельности? Если да, то на какую? Нет, у меня самая лучшая работа. Я никогда не буду, я чувствую, что я на своем месте, и нигде в другом месте мне не было бы лучше. А как же, никогда не говори никогда? Я слишком молод, чтобы такую мудрость воспринимать. Когда-нибудь в старости я буду фермером или поваром? На самом деле сейчас я не задумываюсь о смене профессии никак. Если честно сказать, я пять лет до программирования был в роли звукорежиссера, и я чувствовал себя там не на своем месте, там постоянно что-то не получалось, я что-то недопонимал. И в тот дивный день, когда я впервые начал что-то кодить, я понял, что все, меня затянуло, извините, я вот тут вот буду сидеть в уголке постоянно. И мне сейчас это нравится, я готов этим заниматься. Единственное, что я думаю, что возможно когда-нибудь в будущем далеком нас начнут заменять какие-нибудь нейросетки, которые будут писать код за нас, и меня на самом деле пугает эта перспектива, потому что… Мы их сами напишем. Ну да, мы их сами создадим, они потом… ну вот так вот. И меня пугает эта перспектива, потому что мне непосредственно нравится заниматься тем, что я сейчас делаю. Мне хочется развиваться в разных направлениях, изучать разные технологии и, собственно, жить этим. Поэтому короткий ответ – нет, я не хочу менять сферу деятельности. Я приценись к Леше. На самом деле я понимаю, что компьютеры – это мое. Если будет что-то меняться, то только чуть-чуть влево или вправо, но так или иначе она будет связана с компьютерами и, скорее всего, с мобильными компьютерами. Ну, у меня история примерно схожая с историей Алексея. Я пять лет учился в медицинском, и у меня все получалось, все было хорошо. На пятом курсе я ушел, понимая, что не мое. И кодингом я занимался, разработкой занимался с 15 лет, в принципе, и это всегда мне нравилось. И ушел именно в эту сферу. Почему этот вопрос актуален? Кто-то из философов сказал, что любой человек должен три раза в жизни поменять сферу своей деятельности. И вот это одно изменение, оно у меня было. Пока других изменений кардинальных я не вижу. То есть это может быть изменение на область деятельности. Machine Learning мне сейчас очень интересен. Но вот диаметрально в другую сторону пока нет. Этот философ не говорил, сколько раз он менял сферу деятельности? И какая по счету его профессия философ? Философ состояния души. Мне все же кажется, что все-таки быть профессионалом своего дела – это здорово. И на это нужно потратить много времени, 5 лет, 10 лет, 15 лет, кто-то еще больше. И взять все это, бросить и полностью поменять все. Это нужно, во-первых, огромную поддержку со стороны близких, какую-то большую денежную подушку, чтобы все заново с нуля начать. Наверное, это невероятных сил стоит. Все зависит от того, какая цель и насколько вот эта новая сфера деятельности для человека интересна. Ну тогда какова цель? Ну я поддержу Колю. Действительно, чем больше ты варишься в какой-то области, тем жальче, не знаю, есть ли такое слово в русском языке, менять ее. И если вдруг стало понятно, что стало скучно, то попробуйте сделать несколько шагов назад и попробовать соседнюю ветку в этом направлении. Чтобы не терять тот накопленный опыт, что у вас уже есть. Здесь я бы еще хотел добавить про то, что вот есть какие-то базовые навыки человека, не связанные с его профессиональными знаниями, которые помогают ему в дальнейшем обучаться. И сфера может измениться. Возможно, в ближайшее время iOS вообще вымерет, и нам нужно будет уйти в другую сферу разработки. Но вот тот опыт, который у нас есть, те подходы к обучению мы можем взять и спокойно применить в другой сфере. Тут прозвучало выражение, что станет скучно, но все-таки это зависит от вас самих, от того, как вы к своей работе относитесь. То есть надо вспомнить про старое доброе выгорание, про которое часто пишут. И в выгорании виновата не область, и даже не тот проект, который вы ведете, а вы сами. То есть вы сами не ограничивали количество времени, которое вы тратите, не ограничивали свои эмоциональные затраты, и в итоге просто вам все это, как говорится, надоело. И вы сами виноваты, нужно пытаться вносить разнообразие в свою деятельность, переключаться между задачами или в скучной задаче находить что-то интересное. Например, вот у вас есть задача подвинуть лейбл, а вы видите, что вы не только двигаете лейбл, а если вам позволяют сроки… Дай-ка я попробую Flexbox. Простите, я не понял, шутку. К тому, что тут главное не заоберинженерить, не втащить целый фреймворк для того, чтобы двигать к новке. Нет, я имею в виду, что можно, например, просто… Или создавать анимацию. Чуть-чуть под рефакторей, да. Ну, на этой хорошей ноте мы можем закончить, поблагодарим. Я хочу еще немножко добавить, сейчас, извини. В общем, чтобы не желать поменять сферу и не выгорать, и, ребят, имейте вообще хобби, занимайтесь чем-то отличенным от работы. Ну, как минимум одно, потому что не всегда даже одно хочется иметь, когда ты сидишь и тебе нравится прогать тут. Но старайтесь выделять на это время, заниматься чем-то и не только упарываться. Ну, это тоже опасный путь. В какой-то момент хобби может стать основным видом деятельности. Ну, я так пробовать начал, да. Да, вот я тоже. Вот это. Ну, всем спасибо, поаплодируем. Спасибо. Спасибо.